Деревянная церковь С 1811 года А первые упоминания связаны с заселившими эти земли Хоре-бурятами, которые приехали из Прибайкали в Агинскую степь Там, где сейчас раскинулся поселок Поставили юрту для канцелярии, главного тайши, письмоводителя и мщиков Потом свою юрту поставил и каждый род Так образовалось поселение Прошло 200 лет и в степи вырос целый городок С фонтанами и многоэтажными зданиями, спорткомплексами и школами Здесь женятся, растят детей и не собираются никуда уезжать Красная линия, красная отделка Основной акцент в свадебных нарядах Ренчина и Сейлмы Вечный круг жизни в виде принта на платье обещает счастье От сватовства, для которого выбирают специальный день по совету Ламы До обряда освещения новой юрты, разжигания очага История любви Ренчина и Сейлмы, которая случилась здесь же, под Агинским небом Довела ребят до свадьбы Жить будут в поселке, переезжать, пока не надумали Мы познакомились на свадьбе Я была свидетельницей, он был свидетелем Это было... В 2009 году, в октябре Но мне понравилась его улыбка, я помню это Сказочные наряды для свадьбы молодоженом шил Агинский дизайнер Саян Алхомоцеренова Новая мода 200-летней давности В проекте «Шелковые нити времени» модельер Саян Алхомоцеренова Наряжает самодеятельных артистов в цвета восьми священных символов буддизма Агинские модели так прониклись темой, что Светлана Дармаева, надев костюм Даже по улице идет, повторяя плавные движения лебеди-матери Прародительницы восьми агинских родов Эту одежду лучше демонстрировать в опен-эр, на свежем воздухе Под бескрайним небом Агинской степи На старом монгольском написано название рода Это Сагангуд, тотемный символ волка Статные и стройные Будда скоро уедут из родного Агинского Преподавать азы грамоты монгольской ребятне Причина простая, в чужой стране учителям хорошо платят А сейчас костюм одного из агинских родов несет на плечах гордо Я вот представляю в этом костюме одного из основателей родов Рода Сагангуд Сагангуд по-буляски означает белый цвет И вот у Сагангудов соответствует тот же самый белый цвет И тотемный символ, тот же самый знак волка А вот моя шапка За время работы театр Лотос Саян Алхамоциреновый собрал все возможные призы От Улан-Удэ до Екатеринбурга Борьбе с соперником, самим собой, борьбе во всех смыслах в Агинском Учат с детства Бурятской борьбой, современной версией которой имеет много общего с вольной Здесь в Агинском занимаются в каждом доме Мальчишки начинают бороться, не научившись еще и толком ходить У нас для бурятского народа есть три игрища мужчин Сюда ходят стрельба из лука, конные скачки и национальная борьба Сейчас у нас в Агинске очень популярная борьба Любые праздники, зоны Нейдан и любые праздники в Датсане происходят хуралы Освоить захваты и подсечки национальной борьбы непросто Сражение происходит на ковре диаметром 9 метров Борец считается побежденным, если он касается земли любой частью туловища Этих мальчишек будущих звезд на тренировку вызвали с покоса Оторвали отдел Вспомнить навыки, забытые за лето, получается быстро Побеждает сильнейший И там не только сильнейший побеждает Но и кто более хитрый, мудрый Там свои навыки должны быть Опыт, мастерство И призы очень хорошие Там много, например, победителей вручает 10 баранов, 20 баранов или лошадей дарит Силу борцам нужно где-то брать Брать у природы, у родного села и, конечно, из пищи Основанная на мясе бурятская кухня позволяет сохранять силы зимой и летом Поза – это святое В Агинском, правда, настаивают на названии бузы Это пример того, как из мяса и теста можно создать шедевр на все времена Те, кто пробовал блюда в придорожных закусочных, особенно в Агинском округе, больше вкуса не забудут В маленьком кафе в центре Агинского позы лепят десятками и даже сотнями Повар Гунфилма готовила позы и работает в Китае Из-под ее рук даже защипы на готовых изделиях выходят фигурные В каждую позу упаковывают с детский кулачок мяса По форме она напоминает юрту Бузы, они же позы полагаются есть руками, громко вытягивая сок изнутри На федеральных каналах, например, вообще не очень любят забайкальские названия А на бурятских позах и вовсе споткнулись В избежание двойного смысла изменили ударение Получились бурятские позы В славном, уютном микрорайоне для молодоженов гуляют степные ветры А из любимых игрушек для детей – собака да куча песка Зато рядом с домом похожий на дворец детский сад А Магалоновы живут здесь всего два года, ждут, когда аист принесет малыша Вы много детей хотите? Троих Троих? То есть целенаправленно? Да Не загадывай, сколько получится А почему комфортно, спокойно в Агинском? За счет чего? Хорошо, хочется жить здесь Потому что мы сами, наверное, первое, потому что мы сами местные Тут много родственников То есть те же, ну там, по мелочам, какие-то бытовые проблемы То есть можно друг другу помочь Ну дома и стены помогают Вернуться домой не пришлось 19-летнему Алдару Цудинжапову Про подвиг матроса теперь знают не только в Агинском, но и по всей России На срочной службе во время дежурства он спас от пожара эсминец «Быстрый» Погиб от сильнейших ожогов Посмертно Алдар Цудинжапов получил звание Героя России На улице имени Алдара Цудинжапова установлен новый памятный знак Герою Его придумал здешний архитектор Болот Дендаков Кроме якоря здесь есть еще и лук, который символизирует силу бурятского матроса Этим летом именем Алдара Цудинжапова назван 100-метровый корвет, заложенный на Тихоокеанском флоте Обитель спонтанной реализации великого блаженства Такое имя было дано Агинскому Дацану при его основании Сюда потоком идут верующие и просто туристы Дацан переживал разные времена Центр веры и знаний с 1811 года Он был закрыт в 30-е годы прошлого века при советской власти Тогда храмы закрывали по всей стране Ламы были сосланы Чемдитхан Баламай сделал Урдага нашего Агинского района Он провел большой склад именно в Победу Был собран около 3 миллионов рублей Казалось бы, время такое тяжелое Люди были репрессированы Сошла война, в общем голод, нищета И все равно люди находили средства Какие-то отдавали свои последние И это, видимо, было оценено И был 11-й Дацан открыт на опущение Через 9 лет был вновь открыт А вот это именно здание Вернули его буддистам Те ламы, которые выжили, прошли горнила Войны, репрессии, вернули сюда И вот начал функционировать В Дацан можно прийти всем, не только буддистам Здесь принимают православных, атеистов и мусульман Здесь так спокойно и тихо, что даже самой сметенной душе становится хорошо Для непосвященных самое простое – это обойти Нечетное количество раз по часовой стрелке вокруг священных ступ Пострадавшие от пожара 27 мая 2014 года Сакчен Дуган восстанавливают всем миром С потерей главного храма Агинского Дацана буддисты столкнулись как с великой бедой Сейчас и в Забайкале, и в других регионах России уже собрано около 18 миллионов рублей Лучшая в Агинском смесь из древних традиций и современных технологий Испытанный дегел и модное платье Ультрасовременный отель и старинная юрта Сотни лет вместе живут русские буряты Рядом стоят Дацан и православный храм Ирина Трофимова, Анна Кулигина из поселка Агинское Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова